Возможно вы никогда не увлекались разгоном, а возможно напротив, вы отец вольтажа. Сейчас мы поговорим о мифах на разных уровнях и с историей. Всем привет друзья на связи МК. Сразу извиняюсь за голос, сейчас я болею коронавирусом. Так что можете поставить лайк и пожелать мне здоровья в комментариях. Оверклокинг. Получить максимум производительности не тратя ни копейки. Это очень актуально, тем более сейчас. В эпоху дефицита чипов, майнинга и бешеных цен на железо, многие хотят выжить максимум из своего старого ПК. И как известно, гнать можно все, что имеет чистоту. А ее в ПК имеет практически все. Это и процессор, и ОЗУ, и видеокарта, и монитор, и даже мышка. Но разумеется, частенько разгон является выходом за пределы паспортных характеристик техники, что чревато проблемами. А там, где есть проблемы, разумеется, появляются мифы и страшилки. Об этом мы сегодня и поговорим. 8 мифов о разгоне компьютера. А вы знаете, что никто никогда не гонит? Серверы. Потому что здесь важна стабильность. И если вам нужно сделать тяжелый проект, ваш ПК даже в разгоне с этим вряд ли справится. Выход? Облачный сервер. Selectel – один из лидеров российского рынка IT-инфраструктуры и облаков. Провайдер следит за трендами и стремится предлагать актуальные решения. Некоторые новые процессоры и видеокарты становятся доступны к заказу на выделенных серверах Selectel практически сразу после официального релиза. Например, только в этом году провайдер одним из первых на рынке предложил конфигурации на базе новых процессоров Intel Xeon Scalable 3, одноплатников Mac Mini с чипом M1 и Raspberry Pi, а также с новой GPU NVIDIA Tesla A100. В Selectel вам помогут подобрать оптимальную конфигурацию и получить готовый к работе выделенный сервер всего за несколько минут. Это возможно благодаря простому интерфейсу, подробным инструкциям и отзывчивой техподдержке, готовой помочь 24 на 7. Переходите на сайт Selectel и подберите оптимальную конфигурацию выделенного сервера для своего проекта. Ссылка в описании. Миф номер один. Разгон не для новичков. Это очень сложная процедура, требующая серьезных знаний в схемотехнике ПК. Что ж, эта страшилка действительно имеет под собой основу. Разгон зародился даже не в 90-е, а в бородатые 80-е. При помощи специальных джамперов или перемычек на плате, можно было увеличить частоту еще даже такого легендарного камня, как Intel 80386. Или же просто 386-го. Разумеется, интернетов с гайдами на ютубе тогда еще не было, поэтому временами приходилось действительно серьезно вкуриваться в матчасть, чтобы понять, как же выжить из драгоценного процессора еще лишние пару мегагерц. Никакой защиты от дурака тогда не было от слова совсем, и спалить CPU было очень и очень просто. Но прогресс на месте не стоял. И уже в конце 90-х от перемычек избавились, и настройка множителей и частоты шины стала чисто программной и доступна в BIOS. Хотя, надо сказать, BIOS по тем временам тоже выглядел пугающе для большинства пользователей. Какие-то непонятные серые аббревиатуры, на синем фоне управление только с клавиатуры и нет русского языка. Короче, вы уже поняли, откуда растут уши о том, что разгон и BIOS это что-то сложное и недоступное обычному пользователю. Разумеется, сейчас это уже и близко не так. Большинство BIOS уже графические, в них можно управлять даже мышкой. Разумеется, поддерживается русский язык, и при нажатии на каждую опцию еще и подсказка о том, что эта опция собственно делает. Ну и разумеется, интернет никто не отменял. Для буквально каждого процессора или комплекта ОЗУ есть подробные обзоры, в которых описывается, как выжать из них еще лишние несколько процентов производительности. С видеокартами еще проще. Та же утилита MSI AutoBurner работает прямо из-под Windows, имеет красивый интерфейс, опять же с подсказками. Так что, как видите, сейчас в разгоне нет ничего сложного. С ним справляется любой человек, способный четко следовать по мануалу. Следующий миф номер два. Разгон это мировой заговор. Я увеличил частоту CPU, GPU, ОЗУ и не заметил прироста. Важно понимать, что разгон не является панацеей. Это просто приятный бонус. Более того, современные комплектующие гонятся обычно не очень сильно, в пределах 50%. Поэтому, если вы используете условный 10-ядерный Core i9-10900K и разогнали его с 4,7 до 5 ГГц, то это лишние 300 МГц в играх вам погода особо не сделает. Весь упор все равно будет в видеокарту, даже если у вас парочка RTX 3090. Реальный прирост от разгона можно получить только в том случае, если до него железка была нагружена на 100%. Именно поэтому в большинстве нормальных игровых сборок разгон видеокарты ощущается сразу же, а вот процессора практически нет. Поэтому заниматься разгоном стоит с умом. Видите, что в ваших рабочих задачах CPU грузится на 100%? Поддайте газку и обсчеты будут вестись веселее. Играете на интегрированной видеокарте? Задайте жару ОЗУ. Она тут выступает видеопамятью, поэтому чем она быстрее, тем веселее будет FPS в играх. Не будем задерживаться миф номер три. Разгоняется только топовое дорогое железо. В бюджетном сегменте ловить нечего. Разумеется, производителям разгон обычно не особо выгоден. Пользователи берут более дешевые CPU и превращают их в более дорогие. Но в последнее время в борьбе за пользователей стали появляться серьезные послабления. Так Intel в кои-то веки разрешили разгон оперативной памяти не только на топовых Z чипсетах, но и на среднеуровневом B560. Аналогично AMD вообще не запрещает разгон ОЗУ с Ryzen. Даже если у вас простенький чипсет на A320, где сам процессор, разогнать не получится. При этом DDR4 уже находится в зрелой стадии. Поэтому даже недорогие зеленые планки Crucial с родной частотой в 2400 нередко можно раскочегарить до 3 и даже 3200 ГГц. И это при том, что остальным железом может выступать простенький двухъядерный атлон и материнская плата на сдачу от видеокарты. С видеокартами еще проще. Ни Nvidia, ни AMD не запрещают их разгон. Да, поиграть с напряжением не дадут, но вот с теплопакетом и частотами GPU и памяти сколько угодно. Причем даже в ноутбуках на простеньких видеокартах линейки Nvidia MX. Но разумеется, стоит понимать, что с дорогими платами или более продвинутыми версиями видеокарт результат может быть лучше, так как в простых решениях нередко ограничением является не сам кремниевый чип, а охлаждение или цепи питания материнской платы. Однако все еще хотя бы попробовать разгон можно даже на далеко не самых топовых и дорогих решениях. Миф номер 4. В интернете врут про разгон. Я пробовал указанные настройки на своем процессоре и получил синий экран смерти. Разгон это в прямом смысле слова кремниевая лотерея. Есть даже сайт с таким названием Silicon Lottery, который занимается отбором процессоров, которые берут более высокие частоты и продают их за большие деньги. И они же ведут статистику разгона, которая хорошо показывает, что даже на отлаженном 14-нанометровом техпроцессе Intel разброса в частотах хватает. Так возьмем, например, достаточно популярный восьмиядерный CPU предыдущего поколения Core i7-10700K. Все протестированные образцы сохраняли стабильность на 4,8 ГГц. Попытка увеличить частоту всего на 100 МГц выкинула из лотереи почти треть CPU, а до 5 ГГц добралось всего 22% процессоров. Ну а 5,1 ГГц покорилось лишь 2% лучших камней. Поэтому если у вас процессор нестабилен с теми же настройками и характеристиками, с которыми он отлично работает у других, ну что ж, это означает, что вам в кремниевой лотереи не повезло. А может быть и наоборот. Есть случаи, когда пользователи хвастались разгоном такого же Core i7-10700K до 5,2 ГГц с сохранением полной стабильности. Едем дальше. Пятый миф. При любом разгоне теряется стабильность работы. Наверное, это покажется удивительным, но современные кремниевые чипы с миллиардами транзисторов даже в стоке не являются стабильными. В них постоянно происходят ошибки в вычислениях, и микрокоды CPU способны их отслеживать и предотвращать негативное влияние на работу. Собственно, не все знают, но кэш процессоров уже много лет базируется на ECC памяти, то есть имеет встроенную коррекцию ошибок. Почему же тогда этот миф такой живучий? Все просто. Некоторые пользователи забывают, что нужно не просто задать в BIOS или программе определенные значения частоты и напряжения. Их еще нужно протестировать в бенчмарках и стресс-тестах. Причем, чем сильнее планируется нагрузка, тем более жестким должен быть этот стресс-тест. Идеалом для процессоров является Prime 95. Стабильность в нем на протяжении нескольких часов фактически гарантирует, что у вас не будет никаких проблем в любых рабочих задачах. Но и напрягает этот стресс-тест процессоры очень сильно, и нередко приходится ощутимо урезать разгонные аппетиты, чтобы не словить в нем перегрев. Так что, если вы, например, только играете, можно обойтись более легким тестом, например, OCCT. Он слабее нагружает CPU, что позволит достичь больших частот. Но, разумеется, если вы попробуете не играть, а рендерить, к примеру, 3D-графику, велик шанс словить псот. Поэтому разгон является не только лотереей, но и балансированием между производительностью, температурами и стабильностью. Для достижения наилучшего результата баланс тут придется искать самостоятельно. Миф номер 6. Разгон серьезно увеличивает температуры, так что запаситесь топовым охлаждением. Важно понимать, что разгон, то есть увеличение такого программного параметра, как частота, не жестко связан с таким физическим параметром, как напряжение. Иными словами, если процессор отлично работает на высокой частоте при высоком напряжении, то он отлично будет работать и на низкой частоте при ровно таком же напряжении. А вот наоборот уже не факт. Но все еще не нужно забывать, что многие производители из-за серьезного разброса в качестве кремния вынуждены перестраховываться и даже в стоке серьезно задирать напряжение на процессор, чтобы даже проигравшие в кремниевой лотерее образцы смогли работать стабильно. Но ведь далеко не факт, что у вас именно такой CPU. Поэтому нередко можно увеличить частоту на пару сотен мегагерц при том же напряжении. В таком случае температуры практически не вырастут, а вот быстродействие увеличится. В видеокартах аналогично. В большинстве решений управление напряжением вообще заблокировано, но никто не мешает поиграться ползунками в MSI автобернер в сторону увеличения. При этом упор все равно в большинстве случаев будет в TDP, то есть опять же, можно получить рост производительности при неизменных температурах. Более того, есть фишка под названием андервольтинг. Она позволяет снизить напряжение, а значит и температуры при сохранении тех же частот. То есть можно сохранить ту же производительность при меньшем нагреве. Вот такая магия кремния. Миф номер 7. Разгон безопасен. Спалить современное железо очень сложно. С одной стороны, так и есть. Современные видеокарты и процессоры имеют достаточно много защит, которые, например, будут урезать частоты чипа при перегреве. Однако, даже если вы эксплуатируете свое разогнанное железо при комфортных для него температурах, это не значит, что оно будет стабильно работать годами. Все дело в том, что любые кремниевые чипы подвержены деградации, сложному химическому, да и физическому тоже процессу, из-за которого они перестают стабильно работать при неизменных условиях. Обычно процесс этот достаточно медленный, и CPU и GPU в стоке до влияния от него обычно не доживают по другим причинам, так как у них есть запас стабильности из-за кремниевой лотереи. А вот в случае с разгоном мы нередко уменьшаем стабильность чипа, да и к тому же повышенное напряжение ускоряет деградацию. А если еще вспомнить, что и с температурами в разгоне не всегда все окей, столкнуться с деградацией и нестабильностью из-за нее нередко можно спустя всего полгода-год работы. Сейчас это хорошо заметно на видеокартах, на которых майнили до победного. Такие загнанные GPU нередко валят системы в PSOT даже в стоке при небольшой нагрузке. Разумеется, фикситься это просто, достаточно всего лишь несколько снизить частоту чипа, как стабильность вновь возвращается. Восьмой миф. Ноутбучные комплектующие не разгоняются. Да, как бы не так. Взять, например, видеокарты. Гонятся они в ноутбуках почти все, за исключением интегрированной графики. Также, скорее всего, не получится снизить теплопакет, но надо сказать, он на множестве десктопных видеокарт меняется от силы на 5-7%. Так что гнать мобильные видеокарты можно и даже в некоторых случаях нужно. Это неплохой способ получить прибавку в производительности в наше нелегкое время, когда даже GT 1030 считается неплохой игровой карточкой. Что касается процессоров, то тут нужно поступать хитрее. Да, разумеется, есть ноутбучные CPU с уже разблокированным множителем, но стоят такие лэптопы, как крыло от Боинга, поэтому нужно пойти другим путем. Нередко производители запрещают увеличивать напряжение на CPU, но вот уменьшать можно, например, с помощью бесплатной утилиты Throttle Stop. А теперь минутка физики. Большинство мобильных процессоров ограничивает крайне низкий теплопакет в 15-45 Вт. Увеличить его получается далеко не всегда, временами эта программа заблокирована, но чаще всего не вытягивает система охлаждения, поэтому нужно поиграть с напряжением. Нередко его можно снизить на достаточно внушительные 100 мВ, что позволяет отыграть при том же TDP 200-300 МГц. Это может дать до 10% абсолютно бесплатной производительности, без увеличения температуры или энергопотребления. Как видите, мифов о разгоне существует много. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Здоровья вам! Не болейте! До скорых встреч!